Все треки Метокса про тюрьму мне невероятно нравятся, потому что мне всё интересно, типа и смешно тоже что-то, типа ставил Янекса в бараке, получал за это, вообще угар. Всем привет, это подкаст «Слушай, как я», в котором мы с гостями пытаемся составить уникальный плейлист на все случаи жизни и просто обсуждаем музыку, которая им нравится. Кстати, плейлист выпуска, как и многое другое интересное, будет в описании. И сегодня в гостях стендап-комик, ведущий подкаста, вот что я сегодня посмотрел, рэпер, враг Человека-паука Дмитрий Колыбелкин. О, слушай, а ты мне не сказал, во-первых, всем привет, и ведущий подкаста, забыл сказать, ведущий подкаста Сергей Чунаков, подписывайтесь на его телеграм-канал Holy Shit This Movie Is Us. Правильно я сказал? Да. А ты не сказал, что мы плейлист на любой случай жизни? У меня нету на любой случай жизни. А это я в каждом выпуске так говорю, но мы никогда не составляем. У меня плейлист на случай, если русского рэпа говела не хочется послушать. Да, и канал Дима называется «Дмитрий Колыбелкин против кино». Его надо переименовать, потому что я уже давно не против кино. Сегодня ты за русский рэп. Да, и чтобы подогреть интерес людей, у меня есть розыгрыш. Мы будем разыгрывать футболку. Это футболка от Ильи Кофинселлера, бывшего участника антихайпа. И эта футболка вот такая. На ней написано «Диджея Ваню Айвана в главы Роспечати». Я просто заказал мерч, и я ее не носил. То есть это 2XL, но это 2XL типа на торчебосов, которые на мне пупок видно. Вот, поэтому я разыгрываю. Нужно что? Я думаю, вот что. Какие условия? Вот такое условие, что нужно поставить лайк под видео вот этим. И когда Слава КПСС был у Дудя, там был конкурс, что надо дисс на Дудя написать нормальный. И я же не долбал читать комментарии под видео Юрия Дудя, поэтому вот сюда пишите ваши диссы на Юрия Дудя. Можно, кстати, брать прямо те оттуда. Да. Мы все равно не читали. Можно прямо выигравшие оттуда тоже написать. Ваня Айван из группы «Ленин на пакет». Это вообще… Ты в теме «Ленин на пакет»? Да, конечно. Ты знаешь, что там Бабангида был в первом составе? Да. Если бы так было, если бы так могло быть, сказал «Ленин на пакет» и каждая тёлка твоя. Как ты вообще увлёкся русским рэпом? У тебя ведь энциклопедические прям знания про это. Короче, я когда был ребёнком, то есть лет в семь, вот когда ты любишь музыку, я слушал рок, я слушал «Короля и Шута» и «Арию», потому что у них вот эти все «Ели мясо, мужики». Ну типа сказки как будто за рифмом. Кукла-колдуна, там всякие разбойники что-то делят. И я слушал «Рамштайн» ещё чуть-чуть. И потом, мне было 9 лет, я, короче, переехал в Волгограде на Новый район. И я подружился с чуваком, и он ко мне подошёл вот так и включил на плеере мне трек «Гуфа» «Оригинал Ба». И я жёстко оху**ал. То есть мне так понравилось. Ты знаешь «Оригинал Ба», который я думаю, что у любого рэпера на любом из его дисков должен быть трек, посвящённый одному из его близких. И я с того момента начал слушать только русский рэп. Я вообще, я за свою жизнь был на концертах только ру-рэпа и один раз на группе Wild Ways, которые были «Сара Вэр из Майти». Это пост-хардкор. И я помню, я пошёл с другом, и это было в баре «Белая лошадь» в Волгограде. И там два зала, и я в какой-то момент так устал это слушать, что я ушёл во второй зал и в наушниках Яникса слушал. И я был только на концертах ру-рэпа. И при этом ещё из-за того, что я в мир концертов... В Волгоград не так много людей приезжало. То есть я помню, что ещё... Я помню, что мы прям с друзьями радовались, что в Волгоград приезжал рэпер-карандаш. Помнишь? Исключительно по содействию на версию. О, не, а я прям треки слушал. Карандаш и Ворчун. Ещё был рэпер Дабл. Я вообще оху**ал. Я включил... Ты «Битву за респект» смотрел когда-нибудь? Нет. Я включил «Битву за респект». И там был... Ну вот я сейчас понимаю, что это ироничное как будто шоу. Что там из-за того, что это было на канале Муз-ТВ, и там нужно было делать... Там была тема «За здоровый образ рэпа». И там приходили рэперы, типа, и читали, что «Если за здоровый образ рэпа ты на пару недель, проваливай отсюда, мэн, ты в паре не с тем». И там сидели, типа, гуф, который я вот через кадр вижу, что он в слюне вообще обкуренный. И с Мокимой они вот так вот сделают такие... «За здорового образ рэпа». Ты реально не смотрел «Битву за респект». Ты чё, это просто ах...» Там был Саша Эсте, там был Джиган, там был Рома Джиган, там был Ант из группы 2517, и там был Дабл и Файк. Файк — это чувак, который... Ты минимум-минимум-мен, минимум-мам, понял? Минимум-минимум-мен, вы-меню-мам, вы-меню-минимум-ам, менам-фанам-фанам-фанам-фанам-фанам-фанам-фанам-фанам-фанам-фанам. Вот так я сидел дома, мне было прям вообще нечего делать. Я переключал каналы, и я включаю, и там Муз-ТВ, и там Файк, и Дабл читают. И это просто... Как это круто. И с этого я начал следить за батлами, то есть за хип-хоп-ру батлами и за индо-батлами. Я помню, что это... Я в каком-то году, у меня дома не было интернета, и я шёл в гости к кенту, чтобы зайти и на форуме написать Ремдиго всех раздевает. Я на концерт Ремдиго ходил. Это первый концерт, на который я сходил. Я сходил на концерт Ремдиго в Волгограде. Это просто было угарно. Он был в клубе «Амстердам», типа, где не было сцены. То есть там вот так было. Вот как будто со стендапа, может, маленький помост был, но прям сцены настоящей не было. Из-за того, что Ремдиго на коляске, мы с чуваками просто стояли где-то далеко, и мы не видели Ремдиго вообще. Я его видел в отражении, типа, в потолке. Вот там потолок вот этот с плиткой, я видел только там его. Но было очень плохо. Ремдиго ещё в жизни вообще не такой. То есть всё, что в рэпе, это автотюн. Он в жизни как Стивен Хокинг разговаривает. Он говорит, скорее в крузер подадешь, Марина. Какой тебе концерт больше всех понравился, вот из тех, которые ты ходил в Волгограде? Что я помню, что мой брат младший ходил на Овсянкино с тобой. Мама до сих пор не знает об этом. Да, реально? Да-да-да, мы же просто, типа, говорили, что мы на стендап поехали. Блин, то есть я мог его изнасиловать, и он бы не рассказал. Да-да-да, и мы бы не могли рассказать, потому что он нелегально был на концерте Овсянкино, ему 14 было или 15 тогда. Да, я помню, что еще мне было, что ты пришел, а он на сцену вылез, да? Да-да-да. Я помню, потому что там немного. Слушай, а нужно именно в Волгограде любимый концерт или вообще? Нет, ну можешь вообще любой. Потому что вообще у меня был любимый концерт, это Кирилл Овсянкин в Ионотеке был. Я приезжал в Питер к друзьям пожить, типа, на месяц в 19-м году. Нет, в 18-м. Был на концерте в Ионке, и там было вот как, что я перепутал двери и начало концерта, и пришел за час до дверей. И я иду по... Ионотека находится в гаражах на Лиговской. И я иду, я не понимаю, где. И я вижу, что со мной большую часть маршрута поиска идет какой-то школьник, типа, в пиджаке. Мне 23 года. И там школьник. Я такой, а ты на концерт Кирилла Овсянкина? Он такой, да. Я говорю, о, давай Ионотеку искать. И мы пришли в Ионотеку и постучались. Там закрыто, мы вот так просто стучимся в клуб. И нам открывают, потому что подумали, что мы с группой. Мы пришли, типа, до Кирилла и всех. И нас просто запустили, и мы посидели там 20 минут. Пришел Кирилл, и нам такие, пошли отсюда. И вот такая была аудитория на концерте Кирилла Овсянкина. Был я, 23-летний. Было очень много школьников в пиджаках и в мерче антихайпа. И были кресты какие-то, типа, лютые чуваки, которые ироничный рэп Кирилла Овсянкина про деревню и армию слушают, ну, серьезно прям. То есть там был чел, который к нам подошел и такой, «Ой, я два дня назад из тюрьмы откинулся. Вчера был на концерте Паши Техника. Сегодня пришел сюда». Нейтральный зритель сейчас включает, он вообще не понимает, о чем мы разговариваем. Надо объяснять, наверное. Давайте. Кирилл Овсянкин – это рэпер, у которого был изначально ник Гнойный. И Слава КПСС взял на баттлы ник Гнойный, чтобы люди, которым нравится его баттлы, искали треки и находили Кирилла и слушали. И это очень долго длилось, до момента, пока у Славы не начался конфликт с теченцами. И там они, пока искали Славу, они… как бы и Кириллу тоже прилетело. И Кирилл решил, что пранк зашел слишком далеко и сменил на свою фамилию. И выступал, начал делать под ником Овсянкин. Это чувак, который никто не знает, как выглядит. Он в маске все время. И он не снимал маску, в отличие от луперкаля какого-нибудь. У него еще просто маска сделана так, что у него… Ты делаешь вставки? Да. Ну вот, что у него маска? Это детская карнавальная маска, у которой низ вырезан, чтобы можно было читать. Короче, концерт вообще оху**ный. Там Замай был, типа. Замай обливался их шампанским со сцены. Там пирокинезис почему-то был еще на сцене. Вот такой состав. Там на сцене, типа, Овсянкин, пирокинезис, Миша Джигли из группы Ежемесячной, и Замай обливает всех вот это. Там, типа, Энотека — это место, где в меню блейзер с водкой. Короче, там можно курить, например, на втором этаже. То есть это, типа, помещение, где на первом концерте можно поделаться на здоровье и просто сиди стоит курить. И там вот такая атмосфера, и в какой-то момент еще все слэмятся, можно залезть на сцену и прыгнуть, типа, короче, вообще угарно. И вот эти чуваки, которые крестные, они в какой-то момент начали раздеваться зачем-то, потому что, видимо, жарко было. Вот так по пояс. И Кирилл на сцене говорит, давайте все раздеваемся. Начинает скандировать ЛДПР, ЛДПР, ЛДПР. Мы все слэмимся, типа, голый пояс. Потом чел начинает лезть на сцену, прыгает с нее, разбивает село в кровь и заново лезет на сцену. И другой чел из зала, вот прямо около сцены, вот так его забрызгивает перцем. Это прилетает все на музыкантов. Тот чувак просто теряет сознание. Я и Фалин Эмси из группы Ежемесячной за руки и за ноги выносим его на улицу. И я подумал, ну я поехал домой. Я приехал домой, и вот там была такая атмосфера, что я жил у друзей, и они такие, вот прямо сейчас все, что на тебе есть, снимаешь, кидаешь в стирку и идешь в душ на 20 минут. Мы не можем этот запах выдержать, потому что от тебя пахнет потом, типа, ста человек и шампанским, которое Ханза Май на меня разлил. Это пахнет рэпом, называется. Ханза Май меня выбить, кстати, обещал. Так вот почему он тебя репостит. Х постоянно. Короче, концерт в Волгограде. Давай, это просто еще один угарный концерт. Это Славка, ПСС и Замай приезжают в Волгоград уже к Семирон выигранными тогда. И у них тур, и мы с друзьями, типа, собираемся, и мы что-то решили, мы как-то рано встретились, решили пивка попить, и мы уже прям пьяные стоим в очередь на концерте. Это нужно атмосферу просто объяснить. И атмосфера вот такая, что мы пьяные, мы попили пиво, и взяли типа 2 литра колы и налили водки туда. Вот типа, то есть там полтора литра колы, 0,5 водки. И мы это стоим и просто пьем в очереди клубу «Кристалл», который находится в тракторозаводском районе Волгограда, который самым маргинальным считается. И мы стоим, мы сильно пьяные, и чувак говорит, давайте продадим билеты и купим спидов прямо сейчас. И вот на такой атмосфере мы заходим в клуб, и мы уже пили водку, и тут чувак подходит и такой, там пиво на баре по 60 рублей, мы начинаем пить это пиво, и мы прям сильно пьяные. И там Слава, Замай выступает, вообще все угарно. И до этого у Славы в сториз было видео, где Замай в рваном свитере и показывает дырки на свитере. «Покажи все дырки». Да, и Слава говорит, «Хан Замай хвастается своими дырками». И я пьяный, и кричу вот так, «Замай, покажи дырку!» И Замай вот так показывает на меня пальцем и говорит, «Я тебя в эту дырку сейчас у*****». И концерт просто продолжил. Если что, все это время на фоне играет трек, потому что они под плюсом с Замай. Вот-вот, дырочка. Видишь, дырочка? «Хан Замай хвастается своей дыркой». Я помню еще, короче, что я уезжал в лагерь, когда мне было 14 лет. И в это время в Волгограде должен был быть концерт группы АК-47. И я прям... То есть я про это узнал уже после того, как мне купили, типа, путевку в лагерь. И я прям расстраивался, что я не попаду на концерт группы АК-47. Это вообще... Я вот вспоминаю... Ты мог перепродать путевку в лагерь и купить себе спид-офф и билет на АК-47. Я еще слушал... То есть я еще вспоминаю, на самом деле, сейчас, что я слушал, типа, «Гуфа», «Центр», «Витя АК-47». И я не понимал... То есть они читали про хапочки, про напасики. И я не понимал, что это такое. То есть я помню, что мы с другом, короче, слушали группу ТГК. И там есть в самом известном их треке «Биг Сити Лайф». Там читает Джамал, типа, «Я глаза закрыл и прикинь во сне меня накурил Берил, благодарил за рэп. Он прямо так и говорил, «За***ь, у вас хип-хоп и подарил мне бонг». И мы думали, мы прямо вот обсуждали это, что он подарил бонг, типа, сигареты. Что во сне Джамал накурил Берил и подарил ему пачку сигарет бонг синий. Вот, то есть я половину рэпа не понимал, но мне просто, видимо, нравилось, что матеряться и все такое. Ну это, я сейчас вообще с удовольствием могу старые треки переслушать. Я, короче, слушал Гуфа. С Гуфа перешел на АК-47. Ну, типа, когда уже вот центр, уже чуть-чуть, типа, вот, Качели у них был первый и эфир в норме. И вот после этого уже какая-то чушь началась, что распался центр, был Птаха и Кейзануда, Слим и Гуфа отдельно. И вот когда выходил Гуф Дома или Дома, уже было не так прикольно это слушать. Я начал слушать АК-47. И с АК-47 перешел на ТГК, а с ТГК на О-74 и группу За Чемодан Клан. И на них я долго, то есть я слушал, может быть, с 13 до 17 лет вот это все. И мне казалось вообще очень круто. Но ТГК вообще отличный рэп. И студентка на велосипеде Кенни Уэст Плэри и заебись у нас весь день леет на сигарете. Я помню, короче, с группой ТГК, короче, они все читали про приставочку, типа, что они играют в приставку. И я тоже играл в Иксбокс, у меня был, типа, 360. И там у Ингушета было вот это, то, что мы искали. У него было «Вчера прошел Элэй Нуар», там типа, «Ты детектив», позавчера прошел «Прототип», там типа, «Ты прототип». И у Джамала был трек «Иксбокс 360 дней в году», «Джирсов Вар 3» обязательно пройду, Кейнан Линч, Хала Рич, знаю, что по кнопкам тыч. И мне вообще, короче, мне так нравилось, и я помню, что Ингушет из группы ТГК выложил ВКонтакте в альбом фотки своих дисков на Иксбокс, и я написал «Не хуйся, а он у тебя прошитый ему в комментариях». Он сказал «Прошитый». И я думаю, бля, какие рэперы свэг, вот этот американский весь, что там же чуваки тоже любят видеоигры, это в целом достаточно в какой-то культуре рэперов-бездельников. Но русские рэперы, то есть он прошил типа Иксбокс, чтобы покупать по 150 рублей диски. То есть я помню, что я ездил как раз на тракторный рынок, покупал диски по 150 рублей, и я представлял, ну типа, живи я в Челябинск, я, может быть, с Ингушетом в очереди бы столкнулся. В треке про приставку у Джамала мне так смешит строчка «В LA Нуар придется играть за копа». LA Нуар это типа игра от создателей GTA, где ты в Нуарном этом за детективы играешь. И что как бы Джамал в нем сталкивается, то, что он хочет поиграть в новую игру. Блин, прям придется, типа. В LA Нуар придется играть за... Блин. Видит Бог, я не хотел, но я пройду эту игру за копа. В GTA 4 бегаю, куда хочу, виртуальных копов отправляю к виртуальному врачу. Я просто помню, что я тоже с Гуфа полюбил русский рэп. И я помню, что я не умел особо пользоваться интернетом, потому что он только появился. И я просто по фитам, знаешь, на каких-то обменниках типа «Зайцев нет». Ты углубляешься в то, что у Гуфа и Баста фиты были со всякими ничтожествами, а может быть, и крутыми исполнителями. Решайте сами, кто из тех, кого я сейчас назову. Это типа «Город 312». Словецкий, типа всякие, КЖ «Обойма», «Пять плюх», вот это вся, Шушера. И я вот их слушал, типа «Прокилограмм», вот это вот. И я вот углублялся вот в этот русский рэп, и я как будто, я не понимаю, мне нравилось это слушать, или... Ну, потому что это как будто вот сейчас послушать, это вообще не круто же. ТГК круто все еще. У них хорошие, хорошие биты. Ну, короче, у ТГК реально хорошие биты, просто олдскульные. В плане «Ингушет» хороший битмарь был, и «Диджей Пузо» хороший битмарь. Нет, это типа ТГК точно. Единственное, что в них может отталкивать, что это пацанский подъездный рэп, на самом деле, что это чуваки, которые курили плюхи в подъезде, пишут рэп про то, как они курят плюхи в подъезде с какой-то своей лирикой. Но при этом, есть трек у группы ТГК, «Спасибо подзарядке» называется, который написан в стиле «Росюмон», где там читают... Они все, короче, все три участника группы ТГК читают, как они идут по улице, чтобы купить дури к одному типу. И они описывают, если слушать, они описывают, одно и то же они видят, но в разных точках. Один из них катится по льду, а другой в куплете видит, как тот катится по льду. Забринчали губики, льда забурлила вода, меня развеселила какая-то ерунда. А про батлы ты когда узнал? Это был 2014, наверное, год, когда я поступил в универ. Реально? В 2014 году? Да, да. Блин, а я вообще про батлы узнал, короче, мне позвонил Оксимирон и мне объяснил про схемы и флипы. Мы скайпили два часа. Хайтс, ты? Я узнал про Оксимирона, мне мой друг, короче, вот что важно было. Был первый класс, был рэпер первый класс, которого все слушали, потому что это был какой-то тоже, как АК-47, что я приезжал в Рюпинск, типа, где у меня бабушка живет, и у меня местные чуваки, а чего ты там матерные песни слушаешь? Ну, Сектор Газа первый класс. Но мне неугарно было, короче. Я первый класс тоже узнал раньше в Тим Оксе, вот Капа и Картель еще была. Идет по трассе Будника, да, наша лада, до первого своротка обогнутого с вас сада. Короче, был первый класс, его все слушали, и первый класс были рэп-войска, был шок, царь и класс. И с шока был выход на Оксимирона, потому что у них была группа Вагобунт. Антихайп — это Вагобунт. Это Вагобунт. И мне друг принес на флешке клип Оксимирона «Я хейтер», и мне показалось, что он в нелепых костюмах, в плане, тогда я понимаю, что все клипы... А ты смеялся с его панчи вот этих вот излишествам «Дайте-ка мне Настю Каменских» или «Шкуру из умирающих видов»? И «Кукол Вуду» рэперы, заражающих спидом? Вообще нет. То есть я вот эту эпоху Оксимирона, я уже слушал вот первый его микс-тейп, когда мне уже было просто смешно от того, что там панчи через тире угарные, типа «Вывезу тебя в поле землю жрать, полиглот». Ты не то, не сё, как Настапира. Но я обожаю панчи через тире, это мой любимый вид панчи. Я хейтер, и мне сильно не понравился, я не слушал Оксимирона, а потом в 2013 году я посмотрел первый «Версус» в день, когда он вышел, потому что я был фанатом «Гарри Топора». Я учился в 10-м классе, и я не помню, как мне в каком-то паблике ВКонтакте попался клип «Гарри Топора» «Танцы с покойниками», где там человек отвертку убивает. Я тебе его показал вот недавно, и я просто оху** от того, что там Тони Раут еще в клипе с ирокезом и битой. У меня есть фотка, я тебе скину так и быть, где я, короче, мне может быть лет 16 или 15, и я с Магавком, типа вот с этой прической, что у меня вот тут было сбритой и была вот такая полоска. Это просто суперкринж, но я такой «Я Тони Раут». Та-та-та-та-та-та-та-та. Видел, как на нож, что динаматывают кишки, но понял, в этой фишке я походу лишний. Я слушал Гарри Топора и Тони Раут и вообще всю вот их тусовку Берлин Рекорд. Короче, я слушал и мне тоже нравилось, потому что Гарри Топор и Тони Раут это рэперские короли шут, что у них там всякие сказочные какие-то. Ну, понятно, что там у Топора еще был какой-то зазож, какое-то направление небольшое и какое-то, что дебенка, как жестко жить, но у них были всякие дом, который построил Джек, типа хоррор-трек, где там еще СД был на фите. И всякие треки, типа, про чувака, который сошел с ума и думает, что летит на Плутон, 9 лет до Плутона называется. Был трек с группой 7B, где, типа, чуваки ограбили банк или что-либо и первый, первый куплет, он, типа, пишет девчонке письмо, где он говорит, у меня все хорошо, я на, там, где-то на острове, ты мне не нужна, я тебя забыл уже. А второй куплет, он пишет письмо маме, их на самом деле поймали, и там последняя строчка, я тебя люблю, мама, завтра меня расстреляют. Короче, и я, мне прям нравилось, то есть, вот это, вот это я сейчас могу иронично послушать, потому что это прям говнище, ну, то есть, типа, просто говнище, ну, то есть, выходит Гарри Топор, который работал еще каким-то в банке или тем-то, и в свободное время читал злой рэп какой-то. Ты помнишь, он спалился, что на самом деле банковский клерк, когда он на батле вытащил доску и начал на доске разбирать, кто сколько, алгебра, я разъебу тебя сухими цифрами, это алгебра. И он там выдает, типа, базу вот эту, которая, типа, Егор, это машина мечтная, на которой ездят, такие, как ты, его банками пьют в подъезде, ну, типа, какую-то просто в стиле Миши Малаши выдает какую-то базу, то есть, и вот это странно уже выглядит сейчас, и я это быстро перерос, но, вот я помню, что я прихожу прям в универ, и вот только, вот первый день, и мне чувак говорит, а ты смотрел Versus, там Гарри Топор и Билли Миллиган, и я такой, чё, Гарри, я возвращался, и я охуевел, и я прям ждал Versus, и Oxymoron Cripple, естественно, вообще клевый батл, ну, то есть, типа, это хороший, хороший батл, особенно на тот момент, и я после этого, помню, что я вот заболел, и я был дома, и я послушал микстейп Долгий путь домой, точнее, наверное, он чуть позже вышел, ну, короче, отдельные треки оттуда уже были, уже был признаки жизни, уже был детектор лжи, я вот точно их послушал, и мне прям понравился Oxymoron, и я достаточно много его слушал, ну, потому что микстейп Долгий путь домой, как и альбом Вечный жид, это там хорошие треки вообще внутри, вот, и потом, я помню, что Горгород вышел в пятнадцатом году, и я, честно говоря, охуел. Ты был из тех, кто верил, что будет сейчас нормальный альбом, а не вот это вот? Нет, я не верил в это, но я помню, что я прям много думал про Горгород, у меня вообще, вот есть же... Что ты часто думаешь про Горгород? Я часто думаю про батл Славы и Ксимирона, и вот это моя Римская империя, я, ну, как бы, каждую неделю я минимум думаю про батл Славы и Ксимирона. Я думаю, что в параллельной вселенной, где Слава не победил, и не сдвинулись какие-то тектонические плиты, пиздорез не начался. Я думаю, в мире, где победил Ксимирон, все вообще по-другому. У тебя есть аргументы какие-то за это? Нет, никаких нету. Ну, просто, ну, просто есть ощущение. Просто есть ощущение, да, такое? Есть просто ощущение, что если переместиться в прошлое и зайти к Ксимирону на балкон и надавать ему лещей, чтобы он не читал книгу, а писал батл, и... Или готовил релиз хотя бы. Или готовил... Или бухал. Реально, реально, или готовил бы релиз, и он бы выиграл, то все было бы по-другому. Все, это я говорю, это просто то, что Слава выиграла, мир сошел с ума. Если вы не верите, что мир сошел с ума, введите просто на ютубе Слава КПСС первый канал и посмотрите репортаж, который сделали на первом канале про батл Слава и Ксимирона, потому что там есть сцена... Вот это человек, который на первом канале работает, там есть сцена, где они вставили сцену из фильма «Брат», когда Кэт вставляет в наушники себя из плеера Данила, и там наутилус-пампилус играет в оригинале, они вставили такую сцену, что Кэт берет наушники, вставляет, а там играет «Приди и охлади мой пыл». Если бы фильм «Брат» снимался в наши дни... «Приди и охлади мой пыл». У меня, на самом деле, я думаю, про батл, потому что там есть два момента, которые я не понимаю. Один я развеял вот уже в эмиграции, то есть момент, когда Оксимирон говорит «Панч», типа, «Ой, у Симирона был панч, мой флоу атака доз, у нас удаленный доступ, Слава развеет этот панч, и Оксимирон кричит в зал, «Ян, я проверял на тебе этот панч». И я же встретил Яна в Ереване и спросил у него, он проверял, и Ян сказал, «Это хуйня». Ну, в плане, он проверял, но я сказал, «Так нельзя делать». И Оксимирон все равно прочитал. И у меня развеялся. А второй, там, когда они батлят, Оксимирон говорит, что-то там, «Гнать и хейтить, Слав, тебе пора в кровать собирать наклейки». Я не понимаю, какие наклейки. Ну, то есть, Оксимирон же писал этот текст. Ну, в плане, это мы, понятно, в рифме, в поливе слушаем. Какие наклейки? Как эта отсылка на длинных девчонок? Там же альбом с наклейками у нее был. И она лежала в кровати вот так, в этой позе, где она ногами сзади делает. Но там не наклейки были, там были фотографии. Ну, они же вклеиваются в альбом, типа. И там какие-то наклейки для украшений точно были. То есть, «Слава КПСС», «Замай», «Миша Джиглипуф» и «Фален Эмси» — это наши длинные девчонки? Да. «Баунти»? Но Оксимирон сошел с ума после батла. Оксимирону жесткий респект. И за позицию жесткий респект, и за концерты «Раф» жесткий респект. Но просто то, что он делает, это просто угар. Ну, типа, если человек слепит чайный сервиз из говна, продаст его и пожертвует деньги на благотворительность, респект, но это не отменяет, что ты продал чайный сервиз из говна. Угарно слушать первые два микс-тайпа. То есть, мне и сейчас там, типа, прикольные какие-то строчки, просто прокричать. Ну, знаешь, по сути, батл же Славы и Оксимирона тоже плохой. Ну, если как батл рассматривать. Но хочется цитировать же. Они, эти же строчки, не просто так в народ ушли. То есть, там реально у Славы, в основном, Окси-то мало кто цитирует. Но они просто фонетически круто звучат. То есть, например, батл Мавет с Дипэксэнс, который со стороны Мавца, я считаю, круче, чем батл Окси и Гнойного, но я ни одной строчки не помню оттуда, при том, и Оксимирон — это апогей того, что типа что-то круто вербально, но бессмысленно. А потом это еще и не круто вербально стало. То есть, то, что он сейчас делает, это просто абсолютно бессмысленно и неприкольно. Блин, а мне Лига опасного интернета понравилось. Но он напал на школьника. Вот это меня насмешило, что вышел клип, ну и трек, типа, соответственно. Я написал твит, она прогибается, Лакимин, до всего. И через месяц или два Лакимин извинился, и я забыл про этот твит вообще, потому что я в твиттер захожу только обсудить твиттер. Когда Оксимирон что-то делает. И мне чувак ответил на твит, типа, Дмитрий Колыбелкин все предсказал, и я такой, блин, реально. Потому что я просто угорал с того, что там уже было понятно, что Лакимин сейчас извиниться, просто это долго длилось. Ну, что как бы он не уезжал, и были серьезные уже нападки в его сторону. Но то, что он Скайли Милана выбрал, ну, слушай, я тебе так скажу. Попробуй другую рифму на Пентхаус Скайлайн Милан найти. Мне близо к Оксимирон. То есть, к тем, что я в целом, вообще он у меня попадает. То есть, да, я там жил в достаточно, ну, в Волгограде, в не супер благополучном районе. В универх ходил с котом, кай-за плечом. Я при этом хорошо учился, типа. И тоже мне вот это все. Я жил среди них, но мне ближе были Бильбо да Саруман. Мне это все откликается. Но просто ты взрослеешь, и ты, ну, расслабляешься, как правило. Ты думаешь, да вообще, ну, вот я, я, типа, живу, никого не трогаю. Ну, я там вот люблю, могу почитать книги. Я разбираюсь там в книжках, в чем-то. Но кому-то что-то доказывать. А Оксимирон, вот тут мы как будто с ним в какой-то момент разошлись, что он такой, я буду всем все доказывать. Да-да-да, разъехались в разные стороны. И он, типа, я все буду доказывать всем, и мне угарно от того, как он старается. И полная противоположность для меня Оксимирона, слава КПСС, потому что я слава КПСС слежу вот с первого сезона слова, потому что я сразу за вершинством начал копать, нашел слово, и потом слово СПБ, и я такой, ухуя себе, гнойный. Когда я включил, и там ему кочевник, который ведет, говорит, что, так и зовут? Так и зовут. И мне очень нравилось. То есть мне было угарно от того, что это какая-то грязь вообще, то есть первый сезон слова СПБ, это просто грязюка, типа, то есть там все блюют, срут, кончают, и вот из всего этого водник потом в конце опускают, это реально 100% панчлайнов. Мне угарно было со славой, и для меня это было вот, это главная ошибка Оксимирона, что он говорит, что, типа, славе невозможно сопереживать. Он говорит, ну, типа, ты не анти-герой, ты вообще не герой, вызываешь сопереживание ноль, ты для них в инстаграме подписка. И для меня Слава как раз, мне было пиздец легко ему сопереживать, в плане это просто такой же чувак, ну, потому что одинаковый бэкграунд, просто ты такой, ну, что-то делаю. Слава же просто тоже много панчей по книжкам, там, по сериалам, ну, просто вот так, то есть он не преподносит, типа, смотрите, какой я умный, похлопаем поэту, а просто такой, эти пиздерши красавцы, но никто не Винсент Чейз. Вот такой панчланист по сериалу красавцы. Ну, и мне за ним было прикольно наблюдать, и для меня это вот, типа, просто... Ну, кстати, да, я согласен, потому что мне за Славой именно наблюдать прикольно, ты же знаешь, что я небольшой фанат этого музыкального творчества, но именно все интервью я смотрю в не меньшем количестве, чем ты у него, то есть он именно, как персонаж, меня очень подкупает, то, как он, типа, себя позиционирует, что, типа, да, я приду на любой интервью, Ксюша, Собчак, только деньги мне дай. Так он, причем, он просто еще смешной чувак. типа, он смешной, это один, Слава КПСС, один из самых смешных людей на русском языке. В плане, просто, ну, вот, там на стримах, то Горгород 2 невероятно смешной и талантливый альбом, где он просто, он интересно продолжил историю Горгорода, и смешно сделал так, что в концовке Горгород буквально сгорел. То есть он в альбоме, в котором он поиздевался над альбомом Оксимирона и растоптал его, по итогу, место, про которое читает Оксимирон, сгорело. Типа, то есть нету Горгорода, все. Короче, и Слава КПСС, мне очень, мне, мне угарено с него, он мне вообще близок по духу, и серьезное творчество у него очень клевое. Блин, ну я вот не фанат песен о творчестве Славы. Для меня, потому что это как Даня Слободенюк сформулировал, что творчество Славы, это чтобы найти, как помнишь там было, что чтобы найти хорошие рэки, Ну что это фанаты Славы играют в игру, что нужно в говне в поисках алмазов копаться. Ну это факт, но так почти у всех исполнителей. Нету исполнителей в русском рэпе, которые хитами. Но знаешь, просто из-за того, что, например, у Бульвара Депо в целом меньше трека выходит, и в говне меньше пачкаешься, а у Славы из-за того, что их по 100 в месяц выходит, то все равно это объем работает, и ты прямо уже с головой ныряешь в осенизатор. И ты такой, о, нифига себе, я нашел Роскомнадзор трек. Роскомнадзор, который Перекинезис еще крутой, типа музыкант и Слава читает круче, чем Перекинезис, и в куплете он еще вот эту ярость какую-то и отчаяние передает, где он говорит, Роскомнадзор, запрети мне умирать, запрети. И он прям очень круто вкладывается в эти строчки, я такой, офигеть, так Слава, очень талантливый певец на самом деле, именно что, как он подал это. Ну, то есть, вы понимаете, возможно, там не хватило какого-то угара или чего-то такого, потому что это тоже, типа, концептуально серьезный трек, где все вот это запекено с Лоум, Роскомнадзор, но именно типа, Слава там невероятно отдался вот этому треку, и я такой, блин, это очень круто. Ну, просто, например, на альбоме «Чудовище пуговивший мир» есть «Мертвый игрок», который, ну, типа, тоже серьезный трек достаточно, про переживание, расставание, весь альбом, и там типа поэт, что выстроил границы в собственном дворце, в одной квартире, мы снесло в на ГДР и ФРГ. Еще там мне нравится, что все эти девочки кидают нютсы, отвечаешь им зачем-то старый жалкий пи***ц, как Юра Музыченко. Респект. Вообще, то есть просто где-то, ну, просто где-то шел Слава, вот так вот горевал, что его девушка бросила, и как подсрачник отвесил на хулаху из группы «За Хэттерс». Группа ежемесячная, там у Славы хуя серьезных треков, и вот это реально одно из немногого, что он прям искренне сказал «Дудя», это что все его лучшие куплеты на альбомы группы «Ежемесячные». А я наоборот, я вот у них, мне нравятся только про штаны, замечательные брюки. Прихожу домой с работы, брюки трахают соседа. Извини, Степан Степаныч, эти брюки извили вето. И на гусиной свадьбе убили порося, суки, так нельзя. На гусиной свадьбе замочили порося, на гусиной свадьбе, на гусиной свадьбе. И «За Май» мне очень нравится. «За Май» вообще, короче, очень образованный чувак. А ты послушал на 200 треков альбом? Ну, какие-то послушал. Я тоже какие-то послушал. Здесь на Петара Мартича послушал. Я все анекдоты послушал оттуда. Там есть очень смешные. Короче, типа «За Май» очень эрудированный чувак, невероятно. То есть я думаю, что у него прям где-то, ну, короче, познание, типа, сильно выше среднего. И он угорает. Ну, то есть просто кому-то этот близок стиль, кому-то этот стиль не близок. Мне смешно от «За Май». Мне прям сильно смешно от «За Май». И то есть где-то, где уже чувствуется, что он отъебет делает, несмотря на то, что он говорит у Дудя, типа, что если у тебя горит... Короче, если ты видишь дурацкую рифму, то я, значит, 20 раз подумал и сделал так, чтобы у тебя пердак горел. Ну, я все равно думаю, что где-то он делает нахуй. Но мне угарно просто от того, что он делает на отъебет. Это же угарный микстейп на 200 треков. Это же просто уже угар. Но, опять же, там, причем, даже на этом микстейпе я какой-то трек ткнул. Мне еще не повезло, что я сразу ткнул на хороший. Я такой послушаю еще, и потом следующие мои пять попыток провалом окончились. И я такой, ну, потом вернусь к этому. Ну, надо просто ничего не ждать. Да я ничего не ждал. Но еще на старый отель «За Май» тоже, типа, где все лирично что-то зачитали, а потом начинается пар за малой и просто мерзость. Я в обычном отеле мечтаю волосатый п***е. Мне еще у Славы нравится трек, который, помнишь, с Эдиком Кингстой? А, я понял. Дурь трава, дурь трава. Да, тоже вообще крутой отрек. Пользуясь случаем, скажу, за Майгной. Я бегу за Белым Кроликом, потому что за Фил. Я хочу наверх, и чтобы ангелы кусали мочки ушей. Мне и бабоньку пиздатую, как в сериале Шемлист. Ну, типа, у Гаржа просто... То есть у Славы есть строчки, у него в каком-то на том тоже на хайп-трейне. Это просто хайп-трейн. Там была строчка «Бабка-пожирательница земли доелась до трупа диджея Дли». Ну, просто какой-то угар. Вот много угарных назвали. Какие серьезные у Славы. Я помню, что что-то типа ностальгия по слову СПБ был трек. «Мой генерал». «Мой генерал». Да, очень крутой и серьезный. Разрешите обратиться, что ли? Бывший генерал. Вы развивали филиал, а после бросили нас смерть. Прощай, антихайп. Хип-хоп угаров, Киркоров, Галкин и этот дурачок, что с Бэкстон и Баркин сделал нас богатыми. Братишка, респект. Мы все ожидаем по делу сети проекта. Но он просто не такой. Он типа по-доброму ностальгический. Весь альбом «Чудовище, погубивший мир». Весь. От начала типа там «Чучело, чудовище, погубивший мир». Он весь вообще грустный. Там только единственный последний трек, где это фит одновременно с макулатурой и шляпой шалякина. Ни надежды, ни бога, ни хип-хопа. Ни надежды, ни бога, ни хип-хопа. А еще у Славы выходил трек «Сезонная», по-моему, который подражание Банги-детей. Амаш, наверное. Да, да. Его нет на стримингах, но он тоже очень крутой. По-моему, есть. Когда ты меня бросила, думал, что вскроешь. Но нет. Я все еще жив, и даже пишу какой-то ебаный рэп. Хороший, да. Ну, типа биография хорошая. То есть там, если поискать, вот в авангельской трубе серьезный. Я вспомнил, какой мой вообще любимый трек «Слава и Замая». Наверное, даже не «Слава», а именно «Замая». это «Двуглавый орел». Да, я русофоб, так сказали на канале «Спаздник». Блин, там вообще очень круто «Замая» зачитал на этом треке. Ну, а когда... А Слава как будто поленил. А так это особенно. На самом деле, это... Это, кстати, особенности их взаимодействия. Один старается, другой отдыхает. Да, что они посменно работают. То есть там реально вот это единственный минус антихайп-трейна, что я, по-моему, ни одного трека не нашел, где пацаны одинаково постарались. Блин, а прикинь бы, они выпустили не 100, а 50, но где они оба постарались, и 50 офигеннейших треков было бы. Но это уже было бы не антихайп. Ну, это бы тоже пиздец не начался тогда. Вообще, Слава КПСС много раз мог остановить. Я вообще как бы хочу оказаться в мире, где... Блин, это вообще то, что ежемесячные выпустили с Ольгой Серебкиной из группы «Серебро» и продали рекламу 1xbet прямо в начало. Леону, Леону. Леону, это же типа пацаны придумали вообще просто зашивать прямо в треке рекламу букмекера. Безумие. То есть ты просыпаешься, и там фотосет Филипп Киркоров в мерче антихайпа в Нью-Йорке вот так вот стоит. «Мы принимаем Филиппа Киркорова в антихайп». Слава снимается в клипе Филиппа Киркорова. К Славе еще много претензий, то есть это вот тоже в Твиттере всплывало, что ты типа вот против Оксимирона, за Славу КПСС, или какого-нибудь Нюберга смотришь. Я Нюберга просто ненавижу, это просто вы, блядь. Знаешь Нюберга? Конечно, мальчик со странной прической. Он прям ненавидит Славу КПСС. Он прям ненавидит Славу КПСС. Он говорит, это мерзость, это все. И я посмотрел, у него видео было про музыкантов и позиций, и он такой, и вот у Славы были панчи, типа там про Луганск, какие-то вот такие, а еще он записал альбом про Донбасс. Да он записал его под псевдонимом «Биг Бэби Прилепин», где карьера на «Биг Бэби Тейпе» в стиле Захара Прилепина. Это же просто прикол. И типа... Да, это, кстати, слушать тяжело, но именно как концепцию прикола я сильно смеялся. Вот именно в тексте, когда вообще осознаешь, что это за прикол, то такое-то очень смешно. И что там еще обложка Дрэгон Борна, и у ху... прилела на голова Захи, и написано, типа, «Биг Бэби Прилепин, Донбасс Борн». Это можно же... То есть, типа, такое высказывание можно как угодно интерпретировать. То есть он же может смеяться над Захаром Прилепиным. Это зависит от оптики. Если ты хочешь ненавидит Славу, его легко ненавидят. Но я просто думаю так, типа, позиция за Май четкая. Типа, он как бы, он уехал, он против и так далее. И как бы за Май вообще, он в одном из треков сказал, что в фите с Рудбоем КПП Чарли, что я всегда был на стороне слабых всех тех, кого убивают, сажают. То есть он плюс в антихайпе еще напоминаю, Виктор СД, который спикер либертарианской партии России. Реально? Да, давно уже. И вообще СД давно и за Май тоже внесены в список русофобов Царьграда. Короче, я Славу КПСС люблю просто потому, что это какой-то вот угар. Это вот человек, который все может ради угара сделать. Я его за это крайне уважаю. Но при этом я давно, прям надолго у меня не попадал, что я типа месяц слушаю только Славяна. У меня вот сейчас попеременно Метокс и Питар Мартич. Давай просто от начала до конца расскажем. Значит, Леша Самсонов его зовут, если что. Алексей Самсонов. Короче, он из Нижнего Новгорода читал рэп какой-то вообще просто по данно-домини-биц, как и я. Что меня вообще, это меня порадовало. То есть что я в подростковом возрасте записывал по данно-домини, и потом я забыл про это. Одиннадцатый этаж. Да, и в треке биография Метокса, который он там такой типа первые дорожки, странный метокситонин, начинаем делать вещи по данно-домини-биц. И я такой, воспоминания разблокированы. И я вообще это все вспомнил, и мне вообще весело стало. И он, короче, поступил на филфак, чтобы изучить всю историю, там, поэзии, русской литературы, чтобы писать рэп круто. И параллельно с этим они сначала выращивали дурь типа в деревянном доме где-то за чертой города. Это все можно послушать у него. И потом начали из прекурсоров варить наркотики разнообразные. Типа настоящий наркотик. Не марихуана, а прям типа наркоту. И в итоге их поймали с килограммом. Его поймали в подъезде с килограммом метамфетамина в рюкзаке. Я выгуливал кило, шел на выход из метро. И его посадили, он заплатил сколько-то наверняка, сколько-то суды еще шли. В итоге он там получил типа 4,9 или 4,10. И там 4,5 отсидел и по УДО вышел чуть пораньше. И все это время в тюрьме он писал текста. Он писал их причем транслитом на английском, типа без пробелов на листиках, чтобы если наш МО не нашли, решили просто, что он ебаный. Начал выпускать альбомы. То есть он вышел, его заметил Марк, который менеджер «Каспийского груза», «Чемодана», там еще какой-то большой типа, вот у которых у них альбом сейчас вышел с Пашей Техником и Марком, «Скиты и сказки». И подписал его на лейбл, где Бруто как раз был. И он начал выпускать д*** треков. С Пашком они дружили, Техниками, я не знаю с каких времен, но они тоже какие-то много совместок. И там вообще, у них есть альбом «Кипятильник» с Пашей Техником. Это вообще, это угарный рэп, потому что там Метекс, Метекс же четко читает, ну типа, технично. И Паша Техник еле выговаривает свои тексты. «Я не обиженный, Новгород Нижний, за нами Всевышний, да на тебя кончали, это качели». Это там он микрофон и пенис трогает. Это в клипе, да-да-да, в видосе. «Мы будто пингвины, и я пингвины, и я мама пингвиниха». Вот такие тексты, типа у Пашкаева, Метекс прям четко читает. Короче, и мне очень нравится Метекс по двум причинам. Во-первых, это интересный рэп, который ты как какую-то литературу слушаешь, что этот чувак, он моего возраста, например, он два года у меня старше, то есть из какого-то достаточно интеллигентного круга, который хорошо пожил, а потом внезапно оказался в местах, где нужно есть голубей, типа, чтобы выжить. И мне вот именно тюрем, вот все треки Метекса про тюрьму мне невероятно нравятся, потому что мне все интересно, типа, и смешно тоже что-то, типа, ставил Яникса в бараке, получал за это, вообще угар. И в этом же треке про то, что ты обсуждал Лил Пампа с убийцей. Да, обсуждал басы Лил Пампа в цехе на промке с убийцей. Или в другом треке с того же альбома с Мухоморья, типа, над зоной гремит во всю силу уверенный голос Рикросса. Никто и не знает, он был вертухаем в тюряшке у Америкосов. Боюсь, что колонки порежут, когда подниму я досье о том, где-то там вообще много, типа, тут играют, тут играют треки Нюши, тут играет и Максим. Я вообще сейчас не понял, мы на строгом, что сидим? Или на цеху валит Петлюра, а потом валит Канье, я пою как Шансонье, так мы флексим на тюрьме. Очень интересно, потому что он еще попал в достаточно, я так понимаю, тяжелую ситуацию, потому что, типа, статьи, связанные с наркотиками, опасные вроде в тюрьме. Насколько я понимаю. Ну, то есть, у него есть в треке по рангу как раз, у него есть строчка, типа, в зоне решать свой барыжий вопрос и двигаться только по чьим-то началам. Ну, то есть, что, типа, тяжеловато было. И, как правило, насколько я понял из его треков, наркодилеры, типа, в козлятник идут. Козлятник, это, типа, зоны тюрьмы, которые, короче, козлами в тюрьме считаются, которые, типа, с вертухаями сотрудничают. И, то есть, там многое, наверное, неизвестно. Но так или иначе, он вышел и начал вообще выпускать охуенный рэпчик. И, например, альбом записки из «Мертвого дома», который он дропнул сразу, ну, там, близко к выходу из тюрьмы. Охуенный. Мне там, вот этот альбом, где мне почти все треки нравятся. Дальше уже начинается где-то вот, когда Метекс выходит за пределы тюремных каких-то штук, и вот эти все Мария Шарапова, который хипанул почему-то клип, мне не прям нравится, потому что у него пашни смешные. Либо это сила Коля Редькина такая, что он же похвалил этот трек, и в подборку лучших треков недели новых у него есть плейлист, где он составляет, и он туда добавил Марию Шарапову. Либо из-за названия. Но как будто этот трек вообще ничем не выделяется у Метекса среди других в хорошую сторону. Типа просто обычный такой рэпчик. Ну и там панчлайны странные. Но мне вот очень нравится «Полдень трудового дня». Вот это мой любимый альбом. Полдень трудового дня. Вот для меня там почти все треки хорошие. Да, реально. Кроме фита с цинком уродов, да? Да, то есть там Бишкек, сколько нужно денег, брат. Гуд Кит Мэт Сити. Хороший мальчик, плохой город, вот и вывод, нофи пород. Я пишу барыги, трип репорт, будто бальзака норит. Мне нравится еще лирический Метекс. И Гуд Кит Мэт Сити трек, это реально лирика. То есть он же там описывает, типа, родители, живя в общаге, типа, пытались, что-то там воспитывали меня в духе лучших лондонских домов и представить не могли, что мой лингвистический талант мне будет нужен, чтобы делать описание для кладов. Или, типа, ты можешь честно жить, платить налоги, стать отцом, но не сделать ничего, чтобы твой сын не продавал. И вот и у меня так было, вроде и в семье все было, но не привлекала статика того взрослого мира. Ну, то есть, типа, на мой, в меня это сильно, типа, попадает лирика. Плюс у меня еще было два этапа любви к Метексу. У него есть альбом, который называется «Нож», и у Метекса, вот как раз это Коля Реткин сказал, что у него очень четко показано чувство озверения. Когда как раз-таки я рассказал о последствиях Трапова, то есть, типа, что трэп, это вот у Коля Реткина очень хорошая статья про Метекса вышла в канале «Сломанные пляски», что, типа, трэп предлагает состояние бесконечного кайфа, а Метекс — это отхода, типа, от кайфа. И вот у него есть альбом «Нож», который, мне кажется, невероятно перед это зверение, я тебе его приценил вот на днях, где просто всякие лютые треки, типа. Обезьяна-макака. Да-да-да. И я его слушал, вот этот альбом я слушал, когда мы были в туре с Андреем Айропетовым месяц, типа, мы месяц ездили в тачке, каждый день спали в новых городах и все такое, и мы достаточно сильно пили, и у меня утро начиналось с трех джентоников. И я вот после этого включал и там «Я х***ший наркот? Кто я? Кто я?» «Я обезьяна!» «Я обезьяна!» И как будто ты такой, блядь, это все так, это какое-то все превозмогание, как это надоело, как хочется, как обратно вот в эту всю жизнь комфортную, от которой ты отказался и так далее. И ты слушаешь «Метокса», и у «Метокса» в некоторых тюремных треках есть надежда, вот ощущение надежды. Вот мне первый трек, который мне прям сильно понравился у «Метокса» этот трек «Баландровер» называется, где он сидит типа в камере и думает, что ему пиздец сейчас придет, но слышит трек, слышит скрип колес тележки, в которой Хавку раздают, «Баландровер», как он его называет, потому что, видимо, баланды, и думает, что все нормально. Там типа «Баландровер» снова скрипнул за дверями, это кул, это музыка моих самых длинных каникул, я решил, что это все же мой гейм-овер, но может быть и нет, пока катит «Баландровер». Я, возможно, чуть-чуть переврал, но суть такая типа. Раньше мы сидели вместе в школе по соседним партам, мы теперь сидим, но платим дорогущим адвокатам. Или там у него в каком-то треке есть и даже в переполненном воронке «Запомни, все это пройдет и все будет окей». Ну какие-то там типа просто, но вот чувство надежды, и что там у него только главное, чтобы свои были сыты, есть трек, и там есть типа «Весело, может быть даже на «Крытой». «Крытой» — это типа зона, где гулять, по-моему, нельзя, где ты типа всегда в помещении. Ну и вот это чувство, что не все потеряно, и типа, ну чувак посидел типа пять лет, и потом вернулся, и, ну он еще не разъебал, но, наверное, разъебывает все-таки. И в «Эмиграции» это дает какую-то надежду. И для меня был вот этот новый еще виток «Метокса». Но при этом надо понимать, это достаточно ебанно звучит некоторые треки. Нет, есть треки, вот реально по звучанию хорошие. Да, но есть треки, где просто кровь из ушей. Ну да, есть треки, которые напоминают мне те времена, когда мы на телефоне сочиняли полифонии по нотам мелодии и ставили их себе на гудок. Рэпчу хочешь послушать? Да. Подожди, но я хотел сказать, что «Метокса» прикольная, что это не банальная история. Ну знаешь, что обычно у чернокожием рэпе, если ты торговал наркотой, то история у всех одна, что типа мой отец умер, моя мать связалась с черными пантерами, я рос на улице, и поэтому я торговал героином, чтобы хоть немножечко себя прокормить. Блин, а ты в фильме про 50 Cent, ты смотрел фильм про 50 Cent? Какой? «Разбогатели, сдохни». Нет. Вообще там есть угарный момент, что он толкал типа героин на улицах, потом он говорит, и я решил уйти из мира наркоторговли и плотно заняться музыкой. И он там что-то пишет. Такой Jay-Z такая же абсолютно. И он такой, спустя полчаса плотного занятия музыкой, и я вернулся в торговлю на улице. Ладно, тут он Jay-Z расходится. И вот у тупака такая история тоже, что тоже была неблагополучная семья. А у Метокса, видишь, он не винит никого, не винит родителей. Он типа просто... Очень крутой, глубокий уровень психоанализа, что он такой, ну это просто вот... Мне было скучно вот эта жизнь, воспитанная, интеллигентная, которую я видел у родителей. И у него просто даже есть... Я не оригинал Гэнста, я просто пиздец, кто решил, что будет круто ходить по району и раскидывать вес там. Это если честно. Блин, и вот это прикольно придает какой-то интерес его истории тоже, что чувак просто не туда свернул, как будто и теперь переосмысляет это все в треках. Да, но он, к сожалению, еще, например, много у него хороших куплетов на альбоме с рэпером Игла, который просто... Я не могу из-за Иглы слушать. Мне прям Игла сильно не нравится. Давай трек послушаем. Называется «Одиннадцатый этаж, настроение ноль». Я, к сожалению, чуть-чуть помню, что там будет. Это у тебя такой голос был? Да-да-да. Я еще вообще, кстати, я... Ну, в тот момент у меня точно, мне кажется, вообще в тот момент у меня не было никаких суицидальных мыслей. Но там вот такой, там вот такой припев «Настроение ноль, дым на свой алкоголь». То есть ты просто подражал абстракт-рэпу. Я вообще, я абстракт-рэп не слушал. Это типа 2008-2009 год. Я типа гуфа слушал там и что-нибудь еще. Блин, ты, а прикинь, ты родоначальник абстракт-рэпа получается неофициально. Отец абстракт-рэпа на русском. Вы толкаете сам на местах. И мы с чуваками писали прям много. У нас фиты есть. Вообще, то есть мы писали вот по методике «Слава КПСС». Я помню, что я садился. Ну и рифмовать легко, если ты умеешь рифмовать на самом деле. Но ты знаешь, что мы с тобой часто играли в батл-рэп, и панчи я могу на ходу просто придумывать. Потому что рифмовать на самом деле легко, если ты рифмуешь не по схемам, типа как Леша Всячески или там Оксимирон с двойными рифмами какими-то. А если ты просто квадратными рифмуешь, то это в целом достаточно легко. И поэтому я просто вот так приходил домой такой, надо написать рэпа. Садился и просто писал вот так рэп, выходил с листочком, и мы шли к чуваку и записывали у него дома. Ты не планируешь вернуться в рэп-игру? Перевернуть ее обратно? Ну ты же знаешь эту историю, что мы с Шамутом по приколу записали трек. Как таинственный мяч, жизнь игра. Я ебу, меня ебут. Вот это да. После матча мне точно нужен фенибут. Я ебу, меня ебут. Не, а вы же Шамутом, Кириллом Селегеем и Сашей Ни еще хотели альбом записать. Да, Синдикат наши. Когда мы еще вместе с тобой жили. Да, мы давно мы купили, причем биты у Ингушетта из группы Далека за настоящие деньги. И мы должны были возродить группу Синдикат наши и написать ну просто я и Шамут лентяй. Ну в плане мне на самом деле заготовленный рэп мне тяжело писать из-за того, что короче, я даже я же в баттлах участвовал. Когда я участвовал в баттлах, если посмотреть вообще все мои баттлы, то там работает вот так. Две строчки, во второй есть панчлайн, а первая просто рифмуется со второй. Все было вот по такой схеме построено. То есть типа чушь и панчлайн. С Васей Габышевым у меня был рэп баттл два, дважды на закрытии панчлайна, а потом на рост баттле у нас был рэп, это по-моему есть видео в интернете. И там, если посмотреть, там тоже по такой же схеме сделано, что там вот ударная строчка, а первая просто зачем-то там есть. И заготовленный рэп странно писать. Мне угарно придумывать идеи, то есть мы же еще придумали с чуваками Горгород 0, если ты помнишь. Мы придумали с Володей, Горгород 0, где как бы там сюжет такой, что мэр только приходит в Горгород, он становится главой Горгорода, и он именно еще полон энергии и хочет возродить как бы Горгород и сделать хорошим городом. И там все в конце должно закончиться было, что он в последнем треке первую дорожку гора нюхает вместе с Гуру. И там обязательно один из треков должен был называться бы чемпионат мира по гандболу. Потому что в Горгород, если что, гандбольный мировой рекорд установлен. Но мы в итоге просто, типа, это, знаешь, из-за того, что хочется делать хорошо, и я понимаю, что я, например, не могу хорошо делать, либо это нужно прям очень много сил потратить, которые мне не хочется на это тратить. И еще плюс, у меня проблемы с тем, чтобы в бит попадать. Йоу, мы в атаке, в мазафаке, я читаю рэп, так что сути гнутся. Блин, ты еще сказал, что Петр и Марш сейчас слушаешь перед тем, как мы Метоксы начали узнать. ты откуда по группе прыгать искусно? Блин, это просто, мы когда играли в КВН в Невере, мы с моим другом перезирали миниатюры. У нас все, строились выступления по принципу, типа, вот мы стоим в линейке и просто шутки, 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 типа, максимум карантыши показывали. И там, когда в линейке, там уже нужно представить, типа, это тот-то, и он делает шаг вперед, и при него шутка. И когда он делает шаг вперед, нужно по какую-то смешную песню, чтобы уже тут смех был. Я проводил кучу времени в поисках говна, где, типа, смешное что-то было бы на меня, типа, там был Серега крепкий парень, как камень, это вообще хит был у Невера. И, типа, я же еще не так круто выглядел, как сейчас. Поэтому это смешно было, сейчас бы уже без иронии воспринимали. Вот. И я, прошел трек, который назывался «Как же я горячь? Прыгай киска» группа. Естественно, сразу же забрал вот это, вырезал «Как же я горячь?», «Как же я горячь?». Я подумал, что в целом очень смешной трек, и начал еще их слушать. И там еще трек Райан Гослинг, который сейчас супер смешной. И, типа, я скинул друзьям, и мы такие тоже поугарались с него. И вот так я узнал вообще про «Прыгай киску». И потом перестал слушать, потому что, типа, ну, прошел вот этот вайп трек Райан Гослинг, от которого мы фанатели. И вот я уже во взрослом возрасте встречаю тебя и других каких-то шарящих ребят, и оказывается, что «Прыгай киска» это вообще крутая группа, а не просто мемная. Типа, это вообще они на респекте, и они осознанно делали угарный рэп. Да, и потом была группа «Пассаж», потом был скандал с Анной Зосимовой, и потом был проект «Петер Мартич», потом возрождение «Прыгай киски» и депортация Петра из России. К сожалению. Блин, короче, надо сразу сказать, вот, например, «Вера мне не хотела тепку», которую мерч Петра Мартича, везти в Ереван. Я не понимаю, ходил он на терапию или нет, как там все было, но суть, я просто все равно слушаю, потому что, можно сказать так, что это мой уровень лицемерия допустимый. У него охуенный альбом под именем. Петер, да, по-моему, он называется? Альбом «Петер» и есть мини-альбом «23», где трек-сериалы. Я с детства мечтал, чтоб жизнь не была скучная, но не представлял, насколько хорошо получится. Петер, я думаю, что я бы с ним вообще подружился. У нас вкус, у нас вкус, в смысле, в кино, например, одинаковый, что он там сломанные цветы очень любит, Джима Джармуша, или там у него в треке на балконе есть «Посмотрел все фильмы, разборы и анализы, методов и стиля Пола Томаса Андерсона, в моем топе тех, где Филипп Сеймур Хоффман». Короче, да он вообще прикольный, стильный чувак реально, и у него мне очень нравится, например, строчка типа «Меланхолия, любимый вид искусства», то есть он очень точно многие вещи описывает, которые мне нравятся. Я, ну короче, то есть в плане бэкграунда, Петар как будто просто вот с ним прикольно потусоваться, посмотреть кино, пообсуждать. Но это вот, но он такой, это вот, он китай-городочная пидовка немножечко, потому что он тусовался же, у него даже строчка есть, хотя у меня что-то в кармане только на месяц, хотя на Китай-городе все знают мои треки. Мои песни, да-да-да. Ну 2015 или 2017 «Вишу» на Мандельштайме, это тоже типа все там. Ну короче, но он прикольный, короче, просто что он очень стильный, у него просто вот приятная музыка, у него приятная обложка, у него приятная промо, у него очень прикольный клип на трек в ресурсе. Но Петер, то есть меня еще насмешило, что как бы за что его отменили, но при этом у него есть, у него есть строчка, я плакал, когда смотрел «Хатика», надрачивал, когда смотрел «Необратимость», это окей или стоит обсудить на сеансе назначенном. Я когда, вот первый месяц, когда уехал из России, я слушал «Хороший день» трек с мини-альбома 23, и сериалы, вот так они подряд еще идут, я их слушал просто на бесконечном репите, и они мне какую-то тоже давали веру в все происходящее. Ну, типа, вот с трек-сериала, где я не знаю, где мы будем через год, но я верю, все, что ни было с нами, все пройдет. Ну, какие-то просто, несмотря на то, как бы было плохо, когда-нибудь все станет хорошо. Это такой же мотив, как у типа Метокса. А «Хороший день» просто, где он описывает, как у него проходит день, и как он гуляет, для меня это воспоминание о какой-то вот летней Москве, и как ты гуляешь в районе Садового кольца, и ищешь, где бы пообедать, и у тебя просто такой день, наполненный праздным безделием, когда ты такой «Здравствуй, денечек!» «Мы пойдем туда, и по дороге мы возьмем Бабалтия, а потом еще пойдем туда, и можно пройтись по Китай-городу и зайти в магазин «Мир кино», чтобы посмотреть пластиночки, и все такое. Короче, вообще очень круто. У меня очень теплые чувства, до сих пор могу послушать. И у «Прыгай тиски» на самом деле есть трек «Пицца-сериалы», который тоже больше похож на Петера, где там типа «Сегодня один из тех дней, когда я проваляюсь дома и не пойду на пары, и куда-либо идти сегодня мне лень, пицца-сериалы, пицца-пицца-сериалы». Возвращение Петера с «Прыгай тиской» мне не так угарно было, но я на некоторых концертах выхожу под трек с диджеем-байком «Пёс Динейшн», потому что меня очень смешит, где-то там Петер читает «Я так злюсь, я так злюсь, я как злющая собака, я бешусь, сделал кусь, моя хавка твоя срака». У «Пасоши» трек «Вечеринка» это один из вообще самых моих любимых треков вообще из всей-всей-всей музыки. То есть типа... В этим летом ты его много слушал. Да-да-да. Я вот понял про себя, что я за свою жизнь очень мало жил один. Я прям один-один почти не жил, потому что когда я съехал от родителей первый раз в 20 лет, я пожил типа с приятелем, потом он съехал, я через какое-то время вернулся жить к маме, потом я жил с девчонкой, в Москве мы жили с тобой, я жил с чуваками, потом мы жили с Верой, потом опять я жил с чуваками, потом я пожил один буквально месяц, и ко мне вселился Тимур, и мы жили до моего отъезда. И, короче, я почти не жил один, мне некомфортно быть одному, я не понимаю, не знаю, с чем это связано. То есть я маюсь, и мне как бы это... И я очень часто куда-то ходил, на какие-то вписки, тусовки, где мне и не весело было, и при этом я такой, ну я и один не особо хочу быть, и поэтому в меня сильно попадает, это не моя вечеринка, здесь собрали всех, но не тех, кого я любил. Я из не рэпа, вот только пассаж, ну и какую-то часть музыкантов, которые... Я, например, сначала знал их рэп, потом они начали делать другие проекты, как Максим Тесли, который он юн, а потом щенки, как Эхо прокуренных подъездов, которые потом... Последний альбом Эхо, это уже Эмма-кор, и потом он сменил на ЭПП, и там уже вообще Эмма-кор. Когда умер Андрей, 31 декабря началось, ты помнишь это? Да, у нас с тобой был грустный Новый год прошлый. Да, да, да. И я полез в переписку с ним, чтобы написать это в Тидон в Твиттере, и я увидел, что последнее сообщение, вот прям последний кусок, это я ему скинул диск Чеботкова на Эдрака, и он написал, ну этот-то куда полез? И через два дня умер. Я говорю, представляешь, насколько хуй... трек? Ну, на годовщину смерти чуваки выпустили три трека, записанные на репетициях. Вот сейчас вышел, типа... Хорошие? С точки зрения текстов, да, но они просто плохо сведены из-за того, что это репетиционный, то есть там не было возможности особо ничего сделать с ним. Блин, а кстати, я подумал, что вот рэп, который ты слушаешь, знаешь, что типа, когда у Лил Пипа слитые треки, которые плохо звучат, ты такой, ну я не буду это слушать, потому что это не Лил Пип, а если умрут твои любимые исполнители, и начнут их треки соливать, которые плохо сведены, ты не замечаешь разницу. Блин, ну у меня вот... В большинстве случаев. У меня начали умирать исполнители, то есть вот первым был Рома Англичанин из группы ЛСП, мне ЛСП без Рома Англичанина не нравится. А мне наоборот. Вот, потому что мне, я вот все, что я читал про Рома Англичанина, он очень сильно во мне откликается. Тебя именно его личность, да, привлекала, и через тексты он... Да, 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 ну то есть, ну блин, меня насмешило как бы, что Оксимирон, вот самое трогательное, что он написал, это прощальный пост про Рома Англичанина, где ты был великолепным у... Рома, нам будет очень тебя не хватать. Где он говорит, это ты показал мне Эрика Андрея Жижика. Блин, за тебя... Оксимирон даже тут такой, я умный парень, вообще-то, Жижика знаю. Ну это вообще просто, ну это нужно определенный вообще склад ума иметь, чтобы быть фанатом, типа славой Жижика. Ну вот и это, какое-то описание, описание в треке группы «Грязь», в которой был Рома Англичанин, он называется «Винчестер», где он рассказывает про свой путь, он начал читать рэп, и там есть момент, где он знакомится с Ромой Англичанином, что типа его чувак ведет к Роме Англичанину познакомиться, и там вот такое, мы поднялись на этаж, он сказал мне, не пугайся, этот парень просто чудо, но мозгами не отсюда, я Денис, я Роман, будешь гашек, не стесняйся, и то есть вот для меня Рома Англичанин — это чувак, который сидит в темной комнате, просто курит гаш и пишет биты все время, и не выходит никуда, там отвлекается, шоу Эрика Андреа посмотреть или почитать слово Жижика. Ну и при этом, ну короче, какие-то вот, ну он, это воспевание смерти, Рома Англичанин — это воспевание смерти. Уже два трека удалено у ЛСП со стримингов, и все еще впереди, я думаю. Монетка и номера, да? Да, да, да. Но типа, имеется в виду, что он в Твиттере назывался «Рома мертвец», в интервью он говорил в группу ЛСП, Олег привнес танцы, а я привнес в нее смерть. И мне вот важно, что мне, именно для меня реально ЛСП, если посмотреть альбомы, вот где Рома Англичанин, это «Данс Макабр», типа, это вообще пляска смерти, где тебе весело, а потом он такой, хуяк, и вот теперь уже не прям весело. Ну, «Маленький принц», мелодично звучит. Один из немногих. «Мамонтенок» тоже, который мелодично очень звучит, но там, типа, описанная грязь. Да, «Маленький принц», мне понравился, который уже после смерти Ромы был, мне понравился трек «Вспоминай», как раз прощальный с Ромой тоже, где там тоже, как бы, хорошая вообще лирика, что, типа, иногда вспоминай меня, а там, может, и увидимся. Ну, то есть, типа, там еще ЛСП, на самом деле, в этом треке, он еще смешной, с тем, что это прощальный трек по другу, типа, но при этом ЛСП не давит вообще никакую слезу, и там первая строчка «Еду по России, не доеду до конца», и там внутри есть еще с бэками, где делятся со мной ложи бисексуалки, и там на бэке «Би, Катя и Варвара», «Би-2» на бэке. Ну, короче, типа, просто какие-то угары качественные. В этом же вся прелесть группы ЛСП всегда была, что они делают что-то веселое, но по сути, короче, веселое — это обложка, а внутри всегда немножко отравленное что-то замаскированное. Да, но мне, короче, просто... И Олег сейчас тоже самое делает. Но, видимо, продакшен «Агличанин» для меня сильно решал. То есть, альбомы, которые «Дарк Техно», мне тоже нравились. Ну, и когда, и я после, я уже после «Смерти Рома» узнал про группу «Грязь» и трек «Я ненавижу людей» просто вообще ебаный такой крутой. Ты понял, что это такое? «Я ненавижу людей, но они в этом точно не виноваты. Солдаты будут стрелять в детей, потому что они солдаты». Лежу на своем диване, нервно курю по тебе окурки, оставлен тобой, как у Инстон Синь. Там есть очень смешная строчка. «Жалею о том, что лизал проститутки, а на районе сказал, что нет». Для меня смерть англичанина была ударом. Я помню, это прям 17-й год, и мы тусуемся с чуваками, и мы с моим другом прям драться. Вот мы почти подрались. Просто. Мы что-то начали ссориться из-за того, что, вероятнее всего, я вел себя курицу. И вот так мы уже прям идем друг на друга, и чувак показывает новость вот так с телефона. На рипе умер Рома Англичанин, и мы такие. И пошли на балкон, и слушали трактела, и монетку просто по кругу очень долго. И меня это прям, то есть, меня напопало как-то. Это смешно. Еще потом, после этого, я пересматривал видосы туровые, где Рома Англичанин кричит, я буду жить вечно, братишка, и с сальтом прыгает в бассейн. Какие-то там всплыли интервью, где он на самом деле говорил на концерте, что мне врач сказал, что мне осталось жить три месяца. Я слишком много пью, и слишком устал. Я на это как-то не обращался внимания в общем угаре. А потом, вот типа, когда смотришь на все, что он говорил и делал после его смерти, это такой, но он это чувствовал. Вот у меня было так со вторым, собственно, покойничком, Мёрдой Киллой, который просто, ты когда слушаешь его, он умер, и у него в этот момент его последний альбом был уже на сведении. То есть, это был посмертный релиз, но не такой, когда откапывают демки, а когда реально он должен был выйти, и он умер в этот момент. Как у Мака Миллера «Circles». Вот, вот такой. И там ты, типа, какие-то строчки, типа, не называй меня фрешмен, я воняю тухлым мясом, не поможет мне персен, я убрал с компакта трассу, и ты такой, ну все, Мёрда, ну ты как бы не был признан, не был, как это сказать, ты не был создан для этого мира, потому что у Мёрды Киллы описание именно, вот есть трэповые наркоманы, которые, типа, мы пьем КДИ, вот это все угары, а у Мёрды это просто какой-то торч. Я тогда не мог думать об этом, о треках у ебанных с грязных перил. Блин, кстати, круто ты сформулировал, что вот есть рэперы, которые на угаре наркоманы, а есть, которые прям хотят уйти из жизни. Ну и Мёрда вот как будто такой. у него мрачные же прям треки. Димедрол запил пивком точку ком, обнаружил себя в ванне, это вовсе не прикол. И я люблю, я еще люблю, когда, ты помнишь день, когда я страшнейше напился в Ереване. Сколько их таких было? Ну, как один конкретно, когда телефон... После слабого звена. Да, после слабого звена. И что я утром вот проснулся, это вообще, что мы с тобой спали в одной комнате, ты ушел аж спать в другую комнату, настолько, что я просто на полу вот так уснул. Но это у меня блэкаут, у меня был какой-то блэкаут, я причем не планировал пить. То есть там произошло все как-то само собой, из-за того, что у меня зрители еще заказывали алкоголь, и это все. И я проснулся, и мне прям было плохо, и я вот так на репите 10 раз послушал трек Мердукил и страдаю похмельем под группу Контейнер. Прошел понедельник, и ебаный дождь. Прожег ее случайно, я хотел казаться нужным, но опять остался крайним. В лайве круто звучит. Помнишь, я тебе скидывал какой-то его лайв с подписью, что он как Виктор Цойтем поет? Для меня рэп это, наверное, способ просто истории какие-то слушать. Я вот сейчас вспоминаю, то есть у Гуфа, у Гуфа же вот первый альбом истории, это вообще жесткий сторителлинг. Там, ну, у Славы, наверное, нет, но у Славы это просто тоже какой-то свой, это стечком, у Славы это стечком, это музыка, Слава КПСС Зама, это просто стечи, комедийные зачастую, а потом внезапно твой любимый комедийный персонаж типа снимается как в трагической роли, и ты такой, о, грустный клоун. Луи Си Кей и Хорос Эпид. Да, да, вот, ну и Луи вообще, Луи это же типа драмеди в целом, Клиника, когда типа серия внезапно, да, что там умирает друг типа доктора Кокса, вот, а им там вот около рэпа опять-таки это просто, что это скинхедская музыка, и Лупер Каль тоже ранний, который проект Увечья еще, и, ну, просто я понимаю еще, что тоже вот там говорят, что это все пропагандирует что-либо, но это просто можно не воспринимать как пропаганду, истории любые не обязаны что-то пропагандировать, но Мерда Кила жил, употреблял наркотики и умер. Я думаю, Асап Рокки пропагандирует крутой образ жизни, я слушаю его уже 6 лет, и что-то не стал крутым до сих пор. Асап Рокки пропагандирует крутой образ жизни. И Мерда Кила, и я помню, что меня прям разъебало, когда выпустили посмертный альбом какой-то просто, очередно, возможно, там просто лучшие треки его собрали, как вот Слава альбом Реворков выпустил, и там чуваки, которые из его тусовки, Хабал и Хорс, выпустили трек «Ты не один», и я прям плакал, когда его слушал, потому что там еще в припеве, типа, они просто поют «Ты не один», «Ты не один», «Ты не один». Это как будто, знаешь, какие-то вещи, там же у Мерда Кила была какая-то история такая, что у него мама умерла, и он из-за этого на сильных транках сидел и антидепрессах, и смешал их с алкоголем, и задохнулся, типа, из-за асфиксии, типа. И это как будто, я такой, блин, чуваки как будто пытаются ему сказать «Ты не один», то, что они не успели ему сказать, пока он был жив, и, ну, то есть вообще, у меня вот сейчас даже чуть мурашки от этого, и там просто строчка у кого-то из них, что стоял и смотрел, как дом догорает, стоял и смотрел на друга в гробу. Я не понимаю, это вообще, это не панчлайн, никакая удар, просто обычное сочетание слов, но во мне это вообще просто какие-то сильные эмоции вызывает. Блин, а ты, кстати, находишь трогательное в рэпе, вот ты рассказываешь про рэп, как очень трогательную музыку каких-то грустных, меланхоличных людей, которых что-то было не так в жизни, и они не смогли спастись вовремя, вот как Рома, как Мерда. Да, ну, а вот, типа, эхо прокуренных подъездов, что произошло с ним, неизвестно до сих пор, потому что Андрей не торчал, типа, и, ну, он, типа, пил, но в тот момент бросал пить просто что-то с сердцем, и это тоже, короче, ну, как бы странно для меня, и в плане, это тоже жутко, из-за того, что еще, как бы, он вообще был ближе, чем, типа, все чуваки, и я такой, ну, это вообще просто пи***ь, это вообще просто пи***ь. Я помню, что ты прям расстроился, когда новость прочитал, что ты прям, типа, загнался тогда. Да, я и загнался, я еще, типа, ну, я еще не понимал, с кем это обсудить, типа, я бы знал, что там Коваль любит его, Диман, но я понимал, что Новый год, и, как бы, Коваль достаточно ипохондрик, и, типа, с алкоголем у него сложные, сложные истории, и рассказывать это тоже испортит настроение. Вера, типа, с ним дружила тоже, типа, приятельствовала, типа, тоже не сообщают, типа, в Новый год. Это не та новость, которая ты сообщаешь, о, привет, типа, наш с тобой общий приятель умер. И я потом помню, что меня вот это страшно, страшно разъебало, что я подписан в Твиттере на чувака из группы Цверних Цветова, это вот примерно такая музыка, тоже постпанк, наверное, скорее, и он играл в живом составе ЭПП, типа, он был на гитаре, и он выложил твит, типа, с фотографией могилы Андрея, и написано, типа, хорошо поработал, и теперь отдыхаю с братом, и я такой, блин, ну это просто пиздец, это просто вообще пиздец. Вот у меня, а кто еще из рэперов умер? Вот я, это как будто все, вот это, это весь, потому что он, кого я слушал прям, и любил, и кто умер, Рома Англичанин, ЭПП, и Мерда Кила, потому что, ну Саша Скул еще, ну Сашей Скулом, там вообще интересная история, что еще Мерда умер раньше, чем Саша Скул, и вышел альбом трибьютов, где все перечитывают, и Саша Скул записал трибьют Мерда Кили, и пока альбом доделался, и ты просто смотришь, как один покойник другому, типа, плюс еще у них, по-моему, с Мерда есть альбом, на Виэтропы, где тоже все вообще, все покойники фитуют, но Сашу Скула, я не знаю, я Сашу Скула в жизни один раз видел, это вообще при очень смешных обстоятельствах, мы с Гошей Сморгуленко выступали в Капоне, легендарном, на Баумске, и шли в сторону Курска, и там есть Евроспар, и мы зашли туда купить пиццу, потому что ради приятного ощущения, что ты луис сетей, и мы заходим, и нам навстречу выходит Саша Скул из Спара, который вот прям, ну это центр относительно Москвы, почти весь в Бербере и в лютом говне с каким-то своим другом, и мы заходим, берем пиццу, разогреваем, выходим, и он вот так вот, вот крыльцо Спара, и вот тут прям дорога здоровая, на которую она выходит, и он вот так с крыльца Спара зашел в сторону, и они с другом плюху на банке вот так вот курят, просто типа в 19.00 в центре Москвы в субботу, и этот человек должен был умереть, я считаю, в какой-то момент, так или иначе. Ну еще Хаски себя убивал. Хаски себя убивал, но это чушь. Ну короче, Хаски, все, что он вокруг делает, вот мне музыка Хаски очень нравится, все, что он делает вокруг, это просто чушь, короткометражные фильмы, фиты с Захаром Прилепиным, это вообще охуенно, я сильно угорал с трека «Захар Прилепин фит Хаски», из-за того, что если бы даже не знал, что там Захар Прилепин читает, я бы понял, что это дед какой-то, потому что там один мальчик решил, что он «Хей, Д'Артаниан, а на самом деле он Грей Д'Артаниан». Но согласись, что Хаски — это не только музыка, что он именно… Он аудиовизуальный рейпер. Когда он выстрелил, и панелька, вот это все, я слушал, мне не нравилось, потом я посмотрел клип панелькой, и я такой, ну все, я люблю тебя. Он в кино еще снимается, в Петрову гриппе. В роли трупа. В роли трупа. Вообще интересно, какие у него отношения сейчас с Тиреном Серебренниковым? А это очень смешно, в «Комсомольской правде» написали, я сейчас тебе прям прочитаю, что Хаски, когда он разошелся с этой, с либеральной тусовочкой, про него написали, что «Этого Хаски не смогли простить нелиберально настроенные коллеги», Слава КПСС записал обличительный куплетик по этому поводу, «Ни московская публика, привыкшая смотреть на мир через креативные желтые очки и прозрачный стаканчик со смузи». Они вообще смузи, да, не представляют, как выглядят? Да, ну просто вот эти всегда, вот в этих газетах типа «Комсомольской правды» всегда смешно читать статьи про предателей Родины. Блин, интересно, что Слава КПСС значит, что «Комсомольская правда» тут он на Хаске напал за документалку про «Донбасс-либерал» и его ебан за альбом «Донбасс-борн». И все вообще, всем прилепен жизнеспотно. Ну, Хаске, он же еще с Ладо снимал крутые клипы, очень крутые. Он просто аудиовизуальный музыкант, реально. Я его полюбил за клип как раз, то, что я в отрицалове находился, но клип «Реванш», который ты мне показал после Петрова в гриппе, и я что-то в наказание самому себе послушал его 10 раз подряд, и я такой, блин, какой крутой клип и трек офигенный. И углубился в Хаске, и типа сейчас тоже очень люблю его прям сильно. То есть, еще очень круто, у него лайф-урган-то был, где «Черным-черно». О-о-о. Рок-версия какая-то была. Да, да, прикольная. Хаске мне нравится один раз, вот один-два раза послушать, но у меня тоже надолго в плеере никогда не... Вот какие-то треки с воображаемых людей у меня сильно заедали, причем разные, типа «Фюрер» мне нравился. Ну, короче, у Хаске шаманская манера читки, но при этом, вот опять, никакой истории я там не вижу у Хаски, нигде, ни в хашханоде, ни в чем. То есть вот, я поэтому, наверное, у меня не цепляет, что я не вижу его лирического героя. У меня так с Макмиллером, что я его историю прям сильно люблю. Вот, у Макмиллера тоже, и у Лил Пипа на самом деле, у них есть образ и герой лирический, что у Хаски хуйнями что. Типа, вот я все, я понял, вот реально, лирический герой, понятно, у Славы он тоже есть, Слава нигилист, который вообще за все и против всех одновременно. У них есть прям герои лирические, и ты понимаешь, про что они читают через призму этого лирического героя. И вот такой есть герой у Славы, такой есть герой у Мерды, такой герой есть на самом деле и у Олега ЛСП с Ромой Англичанином, просто у Олега ЛСП он без Ромы, и для меня это неполноценный типа герой. И у всех на самом деле, типа, и можно быть несогласным со взглядами этого героя, потому что, ну, Метекс все-таки достаточно, как бы, слишком пацанский для меня, потому что тюрьма все-таки влияет как-то на людей российское, так или иначе. То есть я там не согласен, что наркотики это такой выход, как у Мерды Килы, типа, то есть это тоже. У Хаски нету такого героя. Такого героя на самом деле нет у Оксимирона, потому что Оксимирона хуй пойми что. Но Оксимирона был в ранних альбомах, получается, вот этот вот мальчик из Грани. Ну вот, про которого я сказал, который всем решил все доказать. Но глобально... И как раз после Горгорода он сломался. Вот, наверное, потому что в Горгороде нету, да, никакого героя, что есть буквально герой. И Оксимирон просто начал читать не пойми о чем. Чушь! Да, просто чушь. Вот реально ты слушаешь. Просто бред. Просто, просто понос. Блин, кстати, да, вот к чему мы пришли в конце подкаста, что очень важен лирический герой, которому можно сопереживать. Ну и вот поэтому всем как бы вот как раз такие слова Оксимирона, ты не антигерой, ты вообще не герой, вызываешь сопереживание ноль. На тот момент про него были больше, чем про Славу. Ну и вообще так у меня, наверное, с любыми исполнителями. Поэтому я вот сейчас сам скорее разобрался, что мне по*** на смыслы даже иногда, по*** на биты точно и на звучание. Мне интересно просто за героем наблюдать. Блин, Диман, спасибо большое, что пришел. Было очень интересно. Блин, я бы вообще с удовольствием забил на русский рэп, но класть ку**у если это трудно. Да, поэтому спасибо, что позвал. Я был рад, наверное, обсудить какую-то базу для меня. И возможно, если просто чуть больше людей послушают какой-нибудь рэп, типа Метокса, я буду рад. Но только, помните, наркотик это не выход. И тюрьма тоже. И тюрьма это не выход. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Димы, Дмитрий Колобелкин, где приходит лучший подкаст про кино. Вот что я сегодня посмотрел. Вообще, Серега, спасибо тебе огромное, что позвал. И вам спасибо всем за просмотр. Нажмите лайк, напишите комментарий, подписывайтесь на мой YouTube-канал Дмитрий Колобелкин и подписывайтесь на канал Сережи Чунакова, который называется Сергей Чунаков, где он делает видеоэссе.